МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить 62 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Средства будут направлены из резервного фонда. В Бурятии до 30 ноября вводятся ограничительные меры из-за распространения коронавируса. На это время закроются торговые центры, кафе, фитнес-клубы и кинотеатры. Около 20% российских семей заявили, что их расходы систематически превышают заработок. Об этом свидетельствуют данные банка Хоумкредит. Конгресс Перу назначил третьего временного президента за неделю. Им стал Франциско Сагасти. Плановые президентские выборы в стране должны состояться в апреле следующего года. В Бангкоке полиция применила водометы против участников антиправительственной демонстрации. Протестующие пытались прорваться через заграждение у парламента Таиланда. Госдума отложила рассмотрение закона проекта о порядке изъятия детей из семьи. В документе, в частности, предлагается отбирать детей у родителей по решению суда, которое должно приниматься в течение 24 часов. Авторы закона проекта – единороссы. Сенатор Андрей Клишес и его думский коллега Павел Крашенинников отозвали законопроект на доработку. В КПРФ считают, что подобные инициативы подрывают основы института семьи. Я еще раз посмотрел послание президента и его обращение к гражданам. Там главная идея – сбережение народа. И вместе с тем Клишес и Крашенинников вдруг внесли в думу закон, по которому можно у любой семьи в течение 24 часов отнять ребенка. Я ожидал от партии власти любых проказ и мерзостей, но это уже перешагнуло все черты возможного и дозволенного. Геннадий Зюганов напомнил, что советская власть дала семье и детям многие права и привилегии. В частности, молодые семьи получали от государства жилье, а дети – возможность бесплатно учиться, лечиться и отдыхать в санаториях и пионерских лагерях. За 50 лет численность населения СССР выросла в полтора раза. Однако с начала ельцинских реформ, когда почти все эти блага были утрачены, страна неуклонно сползает в демографическую яму. Я полагал, что господа Клишес и Крашенинников почему-то назвали закон 2К, видимо, два карателя, которые нашлись в нашем государстве, восстановит права детей, которые они имели. И вместо того, чтобы восстанавливать в рамках социального государства, обещанных Путиным, Крашенинниковым и Клишесом, внесли предложение, по которому можно ворваться в дом под любым надуманным предлогом. Сосед звякнул на предмет того, что кто-то у вас заплакал. Прискочили, в течение 24 часов в нашем «справедливом» суде, осудили и вас запрятали, отняли у родителей. Где вы видели таких карателей? Семейные эксперименты единороссов не только вносят раскол в общество, но и не дают возможности молодому поколению восполнить убыль населения, подчеркнул лидер КПРФ. По его словам, это прямая угроза российской государственности. И авторы таких инициатив не должны заниматься законотворчеством. Вы не имеете права занимать эти посты. Вы должны написать заявление об уходе с этой должности. Потому что один комитет называется конституционной, и гарантия государственной закрепления, и второй примерно та же, вы не гарантируете ни конституции, ни укрепления государства. Вы уничтожаете ту сердцевинную основу. Геннадий Зюганов охарактеризовал проект закона об изъятии детей из семьи как непозволительный и недостойный вызов всему обществу. Он призвал решительно пресекать подобные вызовы. Те, кто желает, чтобы в стране действительно было социальное государство, и были защищены, прежде всего, дети, женщины и старики, поддерживайте леопатриотическое движение. Выступайте против этой группы карателей, которые вдруг вознамерились расправляться с российской семьей. Сплачивайтесь и объединяйтесь. Потому что никаких других способов защиты, кроме коллективных действий граждан, которые хотят в стране мира и подлинной демократии, мы на сегодня не видим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова